МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оба работали в такси и оба подозреваются в теракте. Задержанным по подозрению в терроризме избрали меру пресечения. Не самые приятные соседи. Нижнекамка подозревает жителей своего дома в изготовлении наркотиков. Одиноким пенсионерам предоставляется защита. Сотрудники МЧС раздают пожарные сигнализации нуждающимся. Нарисовал цветок и понеслось. Пенсионер открыл талант художника. Дружеский подарок. Город Марморис передал в веломузей необычные велосипеды. Титулованный ветеран, нижнекамец Рустам Файзрахманов снова отличился на чемпионате Европы. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров. Здравствуйте. Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу подозреваемых в подготовке теракта в Нижнекамске. Ими оказались жители города, работающие в такси. Спецоперация прошла недалеко от железной дороги. Их взяли с поличным. Один из боевиков свою вину признал. Другой утверждает, что его подставили. Зало суда. Наш специальный репортаж. Несколько минут до начала судебного заседания. Адвокат дает последние рекомендации. Подзащитный лишь разводит руками. Руслан Шамшуддинов и его напарник Ильшат Зайнагуддинов подозреваются в подготовке теракта в Нижнекамске. Вы не согласны с предъявленным обидом? Да, да, вообще не согласны. Приверять ту обидеть, которую вообще не делают. Спецоперация по задержанию членов запрещенной в России группировки ИГИЛ прошла недалеко от железной дороги. Подозреваемые не успели оказать сопротивление. И взяли с поличным изъятые взрывчатые вещества и компоненты самодельных бомб. Ильшат Зайнагуддинов уверяет, что их подставили. Что в машине нашли потом, это вообще на суде перевод. Вещей вообще не было. По материалам судебного дела террористы планировали отравить столовые и системы водоснабжения города. Также готовили захват заложников. И это не единственный грешок мужчин. Обвиняемые, признавая идеологию насилия и пропаганду терроризма, преследуя цели побуждения окружающих к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма, находясь возле одного из гипермаркетов города Нижникамской республики Татарстан, публично призывали к осуществлению террористической деятельности и оправдывали насильственные вооруженные боевые террористические методы борьбы. Кадры захвата подозреваемых вызвали бурные эмоции в социальных сетях. Некоторые нижникамцы не верят, что это было на самом деле. А ведь благодаря слаженной работе силовиков теракт смогли предотвратить. Сотрудники ФСБ и МВД заранее отработали план захвата. Известно, что задержанные работали в Яндекс.Такси, женаты и у каждого по три ребенка. По решению суда, их отправили в СИЗО до 29 сентября для выяснения всех обстоятельств. Если вина мужчин будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы. Альбина Валиева, Фахрий Сламов, Новости НТР. Менеджеру турагентства «Роза Тур» Лилии Кочетковой, через которую нижникамцы покупали путевки, но так и не уезжали на отдых, вынесли приговор. Следствие доказало, что с декабря 2017 года по сентябрь 2018 женщина собирала деньги клиентов на заграничный отдых и присваивала их себе. Из-за того, что туры большей частью покупались семейные, количество пострадавших превысило 60 человек, а сумма ущерба составила 5 миллионов рублей. Подсудимая в содеянном раскаялась. Суд признал ее виновной в мошенничестве и назначил условное наказание сроком на 4 года. Также с нее взыщут деньги обманутых клиентов. Изготавливают, хранят и распространяют. Жительница строителей 4 уверена, ее соседи не просто наркоманы. В их квартире самый настоящий притон. Молодая мать на протяжении двух лет бьет тревогу во всех инстанциях. Просит поддержки у жильцов дома, но неблагополучные соседи как будто обладают статусом неприкасаемых. Все боятся. А вы не боитесь? Мне уже просто надоело, у меня уже ребенок ведь нравится. Обращение на телевидение, жест отчаяния. Соседи этажом ниже наркоманы-дизаморфинщики, уверена девушка. Когда варят свое зелье, специфичный запах идет к ней в квартиру, отчего двухлетний сынишка задыхается и мучается от приступов рвоты. Постоянно варят ацетон. Воняет дома уксусом по 5 раз в день где-то варят. Начинается обед и до вечера до самого. В полицию обращалась, к участковому звонила. Никакого толку нету абсолютно. То есть не приходили даже? Нет, они приходят, меня опрашивают периодически. Ну и все, никакого толку не бывает. Как и варил, так и варил. Три заявления в полицию Юля написала собственноручно. Последние два дня назад. Регулярно звонит участковому. Но ситуация не меняется вот уже два года. Со слов молодой мамы, на ее сигналы правоохранители реагируют лишь визитами. Звонок, сделанный участковому на камеру, дал тот же результат. Юля звонит со строителей 4 по поводу наркоманов. Ага. Я уже два дня назад и в полицию опять звонила. Ну а что толку никакого нету? Они как варят, так и варят. А что-нибудь будете вообще делать? Больно, нет, все хорошо. Все дело корреспопозит, дай мы все. А ведь меры воздействия есть. По закону за употребление наркотиков грозит административный штраф и 15 суток ареста. Если есть факт изготовления, хранения и распространения наркотических веществ, светит уже тюремный срок и немаленький. Юля считает, у них именно тот случай. Соседи содержат притон, улики на каждом шагу. Стены исписаны наркоманскими граффити. В их дверь беспрестанно стучат ночные гости. На лестничных площадках использованы шприцы. Сынишкой выходили на улицу, сынишка побежала у меня, сюда залез. Вот и сел отсюда шприц. В шприце было жидкое, серого цвета. Также еще вот здесь валялся тогда шприц, но он уже использован не был. Он, наверное, скорее всего ночью уходит, пока все люди спят и делают закладки. То есть они варят не для себя, а для продажи? Ну, скорее всего, по пять раз в день для себя, я думаю, многовато, наверное, будет варить. Устав бороться с соседями, молодая семья решила продать квартиру. Желающих оказалось много, но как только люди приходят осмотреть жилище, сразу же убегают из-за едкого запаха ацетона, который проникает сюда через вентиляционные шахты и открытые окна. Сделки срываются одна за другой. И так на протяжении целого года. Став заложниками ситуации, семья с маленьким ребенком уже не знает, как вырваться из этого кошмара. Если местные органы правопорядка бессильны, негодуют Юлия, попрошу помощи в Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Письмо уже написано. С 1 августа начинают действовать законы, которые существенно повлияют на жизнь россиян. С сегодняшнего дня вводится ответственность за так называемое зарплатное рабство. Речь идет о случаях, когда работодатели отказываются перечислять средства на счета банка, выбранного сотрудником. Теперь за 15 дней до начисления зарплаты любой желающий может уведомить шефа о желании сменить финансовую организацию. В соответствии с поправками, которые вносятся в административный кодекс для должностных лиц, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей от 1 до 5 тысяч. С сегодняшнего дня произойдет перерасчет пенсии для работающих пенсионеров впервые с 2016 года. Претендовать на изменение размера выплаты смогут только те граждане, чьи работодатели в прошлом году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы. Максимальная прибавка, на которую можно будет рассчитывать, составит не более 244 рублей. В России на это могут рассчитывать 15 миллионов человек. В нашем городе это коснется порядка 20 тысяч работающих пенсионеров. Зарегистрировать купленную машину станет проще, а сделать это можно будет в салоне официального дилера, если человек решит воспользоваться этим правом. ГИБДД будет только присваивать машинам государственный регистрационный номер, а выдавать номера будут автосалоны. Но у граждан останется право зарегистрировать автомобиль самостоятельно в ГИБДД, если они не хотят платить за услуги салона. С 6 августа в силы вступают поправки в административные и уголовные кодексы, которые предусматривают ответственность за попытки помешать работе медиков. Если правонарушение будет квалифицироваться как административное, то виновному нужно будет заплатить штраф в размере от 4 до 5 тысяч. Такой же штраф грозит и автомобилистам, которые отказываются пропускать машины скорой помощи. Теперь россияне, воспользовавшиеся отсрочкой по закону об ипотечных каникулах, освобождаются от уплаты НДФЛ с сумм, которые они сэкономят во время кредитной передышки. До последнего времени возможность заморозить платежи расценивалась как материальная выгода для гражданинов, вступающая в силу поправка, исправит эту ситуацию. Реконструкция Красноключинской дамбы начнется уже в следующем году. На эти цели Нижнекамску из федерального бюджета будет выделен 1 миллиард рублей в рамках программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. Известно, что при реконструкции дамбы будет использована технология Шпунтов-Ларсена, которая подразумевает погружение в землю длинных металлических свай. Гидротехническое сооружение находится в плачевном состоянии с 2006 года. Если не начать реконструкцию, в ближайшее время дамбу прорвет, и тогда пострадают три населенных пункта, 40 тысяч садовых участков, детские лагеря, инженерные объекты, что может привести к сбросу загрязняющих веществ. Дамбу планируют привести в нормативное состояние к 2021 году. 90 одиноких пенсионеров Нижнекамска получат от сотрудников МЧС дымовые извещатели, выдаются они бесплатно. Делается это в рамках благотворительной профилактической акции. Вместе со спасателями по адресам отправилась Лилия Егорова. Здравствуйте, пожарная Александра. Производим установку автономных дымовых извещателей. По данным МЧС, в этой квартире проживает одинокий пенсионер, инвалид. Дома его не оказалось, мужчина лежит в больнице. Пока за его комнатой в общежитии следят знакомые, которые любят выпить и закурить сигарету. Всяк бывает. Закурит, забоится, уснет с бычком. Бывал такой не раз уже. Появление сотрудника МЧС здесь рады. Говорят, хозяин квартиры часто курит в комнате. И в случае пожара самостоятельно не сможет покинуть помещение. Не могу постоянно жить. Постоянно звонить на работе у меня не получается. У меня работа такая. А что ждать, когда случится неприятность, нафиг мне ждать это. В целях недопущения несчастных случаев комнату пенсионера, а также общую кухню в общежитии, бесплатно оснастили пожарные сигнализации. Делается это в рамках профилактической акции по установке дымовых извещателей. В случае дына, пожара, данные извещатели начинают издавать характерный звук, вещать слишком звонко, и от данного звука проснется любой человек. Республиканская программа по установке пожарных извещателей работает в Тарстане четвертый год. Благодаря ей несколько семей, в том числе многодетных, спаслись при пожаре. Всего в рамках второго этапа необходимо установить 90 пожарных сигнализаций в квартирах, где проживают одинокие пенсионеры, которым уже есть 70 лет. Лилия Горова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Пройти диспансеризацию на этой неделе можно будет в субботу. Об этом сообщила пресс-служба Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Пройти этот осмотр можно будет в обеих городских поликлиниках с 7 до 12 часов. Такую практику врачи внедряют периодически, и многие пациенты ждут именно этого момента. Напомним, теперь диспансеризацию можно проходить каждый год, а в первичный этап осмотра добавлен осмотр желудка в ПГДС. Мы вместе с Росфондом продолжаем благотворительный проект. На прошлой неделе вы помогли собрать средства для Динара. Сегодня история Ринеля Сабирова. У мальчика наследственное заболевание – муковисцитоз. Ему необходим дорогостоящий препарат. Дисциплина – залог победы. Такому правилу следует Ринель. Маленький спортсмен старается не пропускать тренировки, ведь в мечтах играть на одном поле с легендами футбола. У нас Ринель играет в футбол. Его мечта – участвовать в чемпионате мира, Европы. Играть как? Кто так? Неймар. Неймар. Но на пути к мечте стоит заболевание – наследственное – муковисцитоз. Из-за него страдают органы пищеварения и легкие. Ринелю нужно всегда следить за дыханием. Дыхание жестковатое, хрипов нет. Диагноз ребенку поставили еще в первый месяц жизни. Сначала заболевание себя не проявляло. Проблемы начались в три года. Появился продолжительный кашель, высокая температура держалась две недели. Мальчик перестал есть и пить. У него состояние было такое тяжелое, вялое он был. И на него посинели вот эти вот места. Ринелю срочно госпитализировали в ДРКБ. Капельницы облегчили состояние ребенка. Чтобы ситуация не повторилась, мальчик ежедневно выполняет дыхательные упражнения, проводит ингаляции и пьет лекарства. Но этого недостаточно. Ребенку был рекомендован пожизненный прием ингаляционных курсов препарата тубромицин. Это антибиотик для подавления синегнойной палочки. Препарат отмене или замене не подлежит. Препарат дорогостоящий. Курс на полгода обойдется в 275 550 рублей. Для семьи с двумя детьми сумма не посильная. Но помочь со сбором средств можем мы с вами. Достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больше, вклад можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Велосипед с двумя рамами и необычным тормозом, а также двухколесная и мексиканская модель. В Нижнекамск из Турции прислали два раритетных велосипеда. Такой подарок «Марморис» сделал нашему музею велосипедов. Гуляния Гматулина оценила щедрые подарки. Желтый велосипед был произведен в Мексике по лицензии английской велосипедной компании. И конкретно эта модель, вот этот велосипед, поставлялся на рынок Турции. Этот раритет в музее появился недавно. Такой подарок сделали турецкие партнеры. Теперь экспонат будет украшать уникальный для Татарстана веломузей. Здесь уже создали тематическую зону. Повесили винтажные фотографии Мармориса, флаг республики. Коллекцию подарков пополнил и еще один велосипед. Этот двухколесный транспорт – ровесник нашего города. Выпущен в 60-е годы, когда Нижнекамск только строился. Швейцарский военный велосипед – середины прошлого века. Цирковой с огромным передним колесом, несколько легендарных салютов. В музее собрано около 40 раритетных экспонатов из разных стран. В коллекции есть американский велосипед «Тандем» для двух человек. Прокатиться на нем решили и мы. Удобные сиденья, широкий руль – все это располагает к неторопливой, комфортной поездке. Мы продолжаем принимать интересные, необычные велосипеды, которые могут быть размещены в музее. И в любом случае можно переносить свои старые, неиспользуемые велосипеды, там с дачи, с гаражей. Мы ее будем ремонтировать, реставрировать и по проекту «Велодобро» передавать детям из многодетных и малоимущих семей. Музей находится в парке «Велики». График работы с 9 утра до 7 вечера. Кроме понедельника. Вход свободный. Гулианик Матулина, Фахри Исламов, Новости НТР. В Нижнекамске откроется крупный завод в России по производству микрофибры. Его строительство стало возможным после того, как проект 9-го резидента был защищен в рамках реализации ТОССР. Объем инвестиций составит более 2 миллиардов рублей. Новое производство позволит создать 153 рабочих места. Предприятие будет работать по технологии замкнутого цикла от переработки сырья до пошива изделий. Аналогов производства нет ни в России, ни в Европе. Подобная продукция сейчас завозится к нам из Китая. Сейчас начались работы по подготовке к строительству площадки. 50 лет держал в руках руль, но на старости лет взялся за кисть. 84-летний дядя Боря всю жизнь работал шофером. Но три года назад открыл себе талант художника. Скрывать он его не стал. Его работы стали достоянием общественности, а если точнее, соседей по дому. Светлана Шумкова побывала в галерее. Словно в художественной галерее, здесь вывешены работы Бориса Шалабаева. На одной стене пейзажи, цветы и ягоды. На другой – редкие виды рыб, птиц и сцены из мира дикой природы. Пенсионер рисует почти каждый день. Глаз радует. Жители в этом доме восхищаются. И не только в этом доме, а вообще как бы в окружении. Приходят, как в музей сюда смотрят, любуются работы нашего дядя Боря. Все его знают, все его уважают. Он очень уважаемый, почитаемый человечек у нас. Борис Кириллович или дядя Боря, так его называют соседи, всю жизнь проработал дальнобойщиком. Сейчас ему 84 года. В его семье художников не было. Да и сам он особого рвения к рисованию никогда не испытывал. Все изменилось несколько лет назад, когда мужчина решил попробовать нарисовать цветок на листке бумаги. В 15-м году я начал рисовать. До этого я не рисовал. Я 50 лет за рулем работал, шофером. Когда рисовать было мне? И увлекся вот этим делом. А дальше дядя Боря захотел изображать людей. Писал собственный портрет, но больше ему нравилось перерисовывать лица из газет, книг или журналов. Кроме стены в подъезде, пенсионер разукрасил и стены общего балкона. В библиотеку пошел, взял книгу вымерших животных там всех. Вот орлов, птиц вот эти вот там в коридоре нарисовали. Это все с книги, с библиотеки я взял это. В планах Бориса Шалабаева еще много задумок. Главное, жильцы не ругаются, а наоборот, гордятся, что с ними по соседству живет художник. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Завтра нижнекамские десантники отпразднуют свой праздник. 89-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск. Даты создания крылатого десанта принято считать 2 августа 1930 года. В Нижнекамске проживает более полутора тысяч ребят, отслуживших ВДВ. И всех причастных завтра ждут возле памятника воинам-интернационалистам. Там состоится митинг с минутой молчания и возложением цветов. Начало в 10 часов утра. И на этом у меня все. Далее вас ждут новости спорта и прогноз погоды. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 через сайт его адрес ntrdfiz24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8 917 93 73 077. До встречи. Сегодня о новостях спорта. Два матча и оба стуфимцеви. Нижнекамские команды готовятся к новому сезону. Нижнекамский тюдоид завоевал золото на Европе. Об этом не только сразу после рекламы. 22 августа 18.30 в Доме народного творчества концерт, посвященный столетию Республики Башкортостан. На сцене артисты Государственной филармонии Башкортостана. Телефон для справок 8 939 332 78 78. Прием ведет Исмогилов Гомир Гарифович, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный врач России, Республики Татарстан. Хирург высшей квалификации. УЗИ обследования органов брюшной полости и малого таза с выездом на дом. Консультация лежачих больных на дому. Своя методика лечения почечно-каменной болезни. Консультация в области хирургии, сосудистой хирургии, урологии, проктологии, онкологии. Остеопарус шеи и поясничного отдела позвоночника. Снятие боли в крупных суставах. Диагностика и лечение сексуальных расстройств у мужчин. Аденома, простатит. Проблему семейного бесплодия решаем совместно с репродуктологом высшей квалификации, акушером-гинекологом и Смогиловой Галиной Ивановной, заслуженным врачом Татарстана. Очищение от паразитов, прижигание попелом не означает, что вирус удален. Обращайтесь, когда другие вам отказали и вы устали лечиться. Нижнекамск, Тихая аллея, дом 6. Триумф НК. Жилье 6%. В любом городе России. 30, 80, 90. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Первый контрольный матч провел хоккейный нефтехимик. Сейчас команда находится на тренировочных сборах в финской иматре. Обналенный состав команды проверили на товарищеской встрече с уфинским Салаватом Юлаевым. Поединок прошел в равной борьбе. В первом периоде на шайбу уфинца Александра Бурмистрова своим голом ответил Тимур Шерифьянов. По второму отрезке игры команда из Уфы забросила две шайбы усилиями Родиона Амирова. В заключительной третьей встрече Александр Авцин отыграл одну шайбу, но Максим Майоров еще раз поразил ворота вентихимикой. Итоговый счет 2-4. Наша команда остается в Финляндии и продолжит сборы. Следующая контрольная игра пройдет 2 августа в Хельсике, где волки сыграют с Йокеритом. Полным ходом наигрывает состав и наша молодежная команда. В эти дни в столице Башкортостана проходит традиционный турнир на кубок хоккейного клуба Салават Юлаев. Реактор пока победами похвастаться не может. Стартовый день турнира наша молодежка встретилась с умскими ястребами. На три шайбы соперника наши ответили лишь одной и уступили. Набрать очки парни попытались во второй соревновательный день. Здесь соперниками стали Хантамансийские Мамонты Югоры. Встреча получилась очень напряженной, но перевес все-таки оказался в стороне югорчан. Реактор уступил с минимальной разницей в счете 1-2. Ну и наконец самый ожидаемый матч на экваторе розыгрыша кубка Салават Юлаева. Наши встретились с хозяевами турнира у финским толпаром. Реактор открыл счет. Данила Михайлов сделал 1-0. Хозяева оперативно сравняли. Практически сразу после Булат Матегулин вернул реактору лидерство. Но толпар все же дожжал соперника. И наши снова уступили 2-4. Запомнился этот матч не только забитыми шайбами. Уже в первом периоде со льда удалили 9 игроков. Судьи потеряли контроль над игрой. Игроки обеих команд тем временем устраивали потасовки чуть ли не каждые 5 минут игрового времени. Стоит отдать должное об игре. Разгреченные хоккеисты также не забывали. Шайбы все-таки сбивали. Сегодня у команды выходной. Завтра дружина Вячеслава Касаткина сыграет с Екатеринбургским авто. Ну а в турнирной таблице пока единолично лидируют омские ястребы, не потерпевшие ни одного поражения. Реактор расположился на противоположном краю турнира на таблице. С хоккеем на сегодня закончим. Перейдем со льда на татаме. Есть отличная новость из испанского Лас Пальмас. Там прошел чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов. Участие в нем принял и наш титулованный борец Рустам Файзрахманов. 27 июля Файзрахманов вышел на ковер и провел 5 поединков в своем весе 73 кг. В возрастной категории мужчин 35-39 лет. Первая схватка оказалась самой продолжительной. Уговорить немецкого дзюдоиста сдаться удалось только в дополнительное время. Следующие три схватки с французом, молдаванином и испанцем Рустам завершил досрочно. В финале встретился с неуступчивым борцом Джерома Пейрара. Но несмотря на очень трудный поединок, Рустам Файзрахманов вырвал победу. По итогам чемпионата Европы этого года у сборной России 29 наград, из которых 13 золотых и второе место в медальном зачете. Рустам Файзрахманов, обладатель бронзовой чемпионата Европы 2016 года, двух серебряных наград 2017-2018 годов и одной бронзовой наградой в ветеранском чемпионате мира 2015 года, а также золото открытого чемпионата Японии 2019. Перейдем к футболу. Расскажем о Кубке Татарстана, в розыгрыше которого из нижнекамских команд осталось только дублера Неси Химика. Подопечный Андрей Сичихина пробили стадию 1-2 финала. Здесь наши парни выясняют отношения с Бугульминским энергетиком, который в свою очередь оставил за бортом розыгрыша главного трофея турнира сначала Неси Никанский Тихим, а после и спортивный клуб КАМАЗ. Удача от бугульминцев отвернулась в первом полуфинальном матче на домашнем поле. Неси Химика по ходу Кубка набрал обороты и остановить его у хозяев не получилось. Более того, победили дублеры очень уверенно, проведя в ворот энергетика три безответных мяча. Сначала в середине первого тайма Артем Котик на 23-й минуте открыл счет. Преимущество нижнекамцев закрепилось во втором тайме. На 76-й минуте Ленар Шерифулин сделал 2-0, а ближе к концовке матч Иван Иванов увеличил лидерство дублеров до трех мячей. Вторая игра полуфинала пройдет в Нижнекамске 14 августа. Субтитры делал DimaTorzok Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта и его адрес ntrdefiz24.ru. До встречи в эфире. Спонсор выпуска «Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова». 22 августа 18.30 в Доме народного творчества концерт, посвященный столетию Республики Башкортостан. На сцене артисты государственной филармонии Башкортостана. Телефон для справок 8 939 332 78 78. 2 августа в Межнекамске пасмурная температура воздуха плюс 17 градусов. Небольшой дождь. Ветер западный 7 метров в секунду. Выходные холодно и дожди. Спонсор выпуска «Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова». Прекрасной республике Башкортостан 100 лет. Живописный, богатый край гор и водопадов, бесконечных степей и густых лесов. Это пение Курая, цветение садов, целебный мед, кумыс и добрый, трудолюбивый народ. 22 августа 18.30 в Доме народного творчества концерт, посвященный столетию Республики Башкортостан. На сцене артисты государственной филармонии Башкортостана. Телефон для справок 8 939 332 7878.